Сегодня 13 ноября, Международный день слепых. В Нижегородской области только по официальным данным насчитывается около 6 тысяч инвалидов по зрению. Но реальная цифра, конечно, выше, поэтому вероятность встретить на улицах города человека с белой тростью весьма велика. Но прежде чем оказывать помощь, спросите, нужна ли она человеку. Здравствуйте, вам помочь? Нет, спасибо, я жду такси. Проблемы со зрением у Нижегородца Илье обнаружили, когда он ходил еще в детский сад. После этого закончил общеобразовательную школу. С каждым годом зрение падало и последние 5 лет окружающий мир он видит только в черно-белых тонах и силуэтах. К желанию окружающих ему помочь относятся с пониманием, правда, иногда случаются и не очень приятные истории. Последняя произошла с ним в метрополитене. У меня был случай, когда подошел поезд, в общем, самого нашел, со мной шел дверь. И в момент, когда я заходил в вагон, сердобольный полицейский схватил меня под руку, которую я держал трость. Вот, соответственно, я потерял ориентир, ну, ступеньки в вагон, да, и у меня нога попала между платформой и вагоном. Воспитанием и обучением слабовидящих и незрячих детей в Нижнем Новгороде занимается единственная школа-интернат. В ее стенах обучаются около 130 ребят с различными диагнозами. В этом году школе исполнилось 112 лет. Процесс обучения за это время изменился не сильно. Читать и писать ребята по-прежнему учатся с помощью шрифта Брайля. Лишены зрения не только воспитанники, но и некоторые учителя. Татьяна Бутенко сама закончила эту школу и вот уже 34 года работает здесь преподавателем русского и литературы. Больше всего она мечтает, чтобы ее ученики в будущем нашли свое место в жизни. Сейчас рынок труда настолько огромен, что нашему брату очень тяжело там найти свое место. Подчас бывает, что ребята умные, хорошие, но ищут, ищут, находятся до сих пор в поиске, ищут, где бы им устроиться на работу. Юная певица Мария пока учится в девятом классе, но уже точно знает, что будет выступать на большой сцене. Тем более, что опыт у нее уже имеется. Не так давно она выиграла конкурс «Нижегородские блюзы», а еще самостоятельно пишет музыку и сочиняет песни. Счастье потеря, слеза не изменит. Солнце горит, счастье летит с облака. Но небо река так высоко. Главное вот успеть это все вовремя записать, потому что если под рукой нет там никакого диктофона, никакого другого записывающего устройства, то это просто может забыться, потеряться и потом уже не найтись. Но песни свои посвящаю, конечно, любви. Восьмиклассник Сергей, несмотря на свой молодой возраст, уже добился многого. За его плечами уже многочисленные кубки и медали по голболу, паралимпийскому виду спорта. А недавно его даже вызвали в основную команду России. Но со своей будущей профессией молодой человек еще не определился. Основная профессия будет, я думаю, массажист. Массажист? Да. Ну и спорт, конечно. Вячеслав Царегородцев, также выпускник школы-интерната. Почти полное отсутствие зрения не мешает ему совмещать целых три работы. Он одновременно и юрист, и программист, и председатель местного отделения Всероссийского общества слепых. Чтобы слабовидящим и незрячим было комфортно в городе, по его мнению, одних звуковых светофоров недостаточно. Пешеходная дорожка, вот здесь вот как раз вот я иду обычно до работы, со стороны Невзоров, например. Ну, она не очень ровная, мягко говоря, и асфальт, то есть такой разбитый. Это мешает, ну, собственно, я думаю, что любым пешеходам, да, и особенно там осенью, когда дождь, лужи. Вот. Ну и с тростью очень неудобно ходить. Кстати, Нижегородец Илья, так же, как и мы, работает журналистом. Более того, вы каждый день можете читать его аналитические статьи на сайте Горький ТВ. А еще он заядлый футбольный болельщик и музыкант. По его собственному признанию, в работе и в жизни ему помогают его любимая жена и дочка, а также специальная компьютерная программа и стопроцентная уверенность в том, что у него в жизни всегда есть цель, которую он точно видит. Ким Андреев, Георгий Захаров, Горький ТВ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин